Начнем с предыстории. В начале сентября в 5-м Г-классе Видновской школы номер 7 состоялся классный час на тему здоровья, здорового образа жизни. Говорили и о людях с ограниченными возможностями. Классный руководитель Ивета Георгиевна Беглярова показала ребятам сюжеты о девочке Лере, те самые, что выходили в новостях нашего телеканала, и сказала, что у Леры скоро день рождения. Пятиклассники единогласно решили пригласить особенную девочку к себе в гости, в школу, и начали готовиться к этому событию. Я очень волновалась. Когда я делала свой подарок, я сначала очень боялась не успеть его сделать. Прям каждый вечер просто старалась все побыстрее сделать, и садилась, и вязала, вязала, вязала. Когда мы на классном часу смотрели видео, там говорилось, что она любит рисовать. И мы с мамой потом поехали в магазин, и я пытался выбрать то, что ей будет интересно. Было волнительно и было интересно, какая же Лера девочка по характеру. И нам было очень интересно с ней познакомиться. Ну и какая она оказалась? Вот день. Нам она понравилась, очень хорошая и добрая девочка. Я переживала, потому что думала, как я с ней увижусь, не понравится ли ей мой подарок. Лера, чего скрывать, тоже очень переживала. Всю дорогу прижималась ко мне, ведь мы с ней уже давние друзья. А что ее ждет в школе? Какие они ребята, пожелавшие пригласить девочку в гости, протянув руку дружбы? А казалось, самые обыкновенные, веселые, шумные и очень добрые. В небольшой инсценировке они рассказали Лере о своей школе. С этой песней начался небольшой концерт. Ребята играли на музыкальных инструментах, танцевали. И все это было только для нее одной – для Леры. Для нее же, для особенной девочки Леры, все вместе сделали дерево желаний. Каждый написал то, что он желает своей новой знакомой. Мира, добра, радости и здоровья. Мне тоже очень захотелось написать пожелания для Леры. Я написала, Лера, будь счастлива. Девчонки, приплейте, пожалуйста. И это было только самое начало подарков, которых в этот день было просто не счесть. Игрушки, книжки, украшения. По отдельности все очень скромно, но все вместе много и от чистого сердца. И, наверное, впервые в ее жизни живые цветы. Привет, Лера. Я узнала, что у тебя было недавно день рождения. И я поняла, что все будут дарить подарки, но я захотела подарить тебе замечательные цветы. Держи. Спасибо. Пожалуйста. Очень хорошие ребята. Глазки у всех блестят. Необыкновенно. Я думаю, что у Леры никогда такого дня рождения не было. Сейчас жизнь такая, что радуешься любой возможности, когда можешь научить детей добру, милосердию. Мне кажется, что это для них будет неизгладимый отпечаток именно в их сердце. И, наверное, прорастет хорошими ростками. Татьяна Брулова, Владимир Бижонов, Анастасия Никонова, Ебитова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Продолжение следует...